Разведчики не так часто становятся главами правительства. Евгений Примаков был премьер-министром, Джордж Буш-старший избирался президентом, но они не были кадровыми разведчиками. Академик Примаков пришел в службу внешней разведки, как и политик Буш в Центральное разведывательное управление, сразу директором. Владимир Путин – первый профессиональный разведчик на посту руководителя правительства. И вот в Израиле сформировать правительство поручили бывшему оперативному работнику политической разведки МОСАД Цепи Ливня. Цепи Ливни окончила юридический факультет университета Бар-Илан. Это одно из лучших в стране учебных заведений. Служила в армии, получила лейтенантские погоны. Армейское начальство отметило ее успехи в боевой подготовке. Кадровики из МОСАД отметили, что она жесткий и волевой человек. Ум, холодность, быстрота анализа – все это делало ее идеальной кандидатурой для службы в разведке. В 1980 году ее пригласили в МОСАД. После учебных курсов отправили в парижскую резидентуру. Женщин в разведке всегда было мало. Не брали их, во-первых, потому что они не могли работать в арабских странах, где женщинам отводится в основном роль жены, матери, домохозяйки. Во-вторых, по традиции, заведенной еще первым директором МОСАД Харелем, женщин берегли. Разведка отправляла на задание женщина, только если не было иного выхода. Впрочем, возможно, в этом отражался мужской шовинизм израильских разведчиков. Цепи Ливни, можно сказать, потомственный сотрудник спецслужб. Ее родители были подпольщиками-боевиками в Палестине, которые тогда управляли британской властью. Она и на свет появилась благодаря совершенно романтической истории. Ее родители познакомились в поезде. Им поручили ограбить почтовый вагон, где перевозились бумаги британского казначейства. Они не были преступниками, которые грабят ради наживы. Они были подпольщиками, идейными борцами за счастье своего народа. Деньги предназначались для продолжения вооруженной борьбы за национальную независимость. Ее мать, Сара Ливни, рассказывала перед смертью. Я замаскировалась под беременную женщину и приняла участие в ограблении поезда, в котором англичане перевозили 35 тысяч фунтов. Потом мы подорвали еще один поезд, который шел из Иерусалима в Тель-Авив. Для цепи Ливни история Израиля – это история ее семьи. Ее родители поженились 15 мая 1948 года, в день, когда был провозглашен Израиль. У них в 1958 году родилась дочь, которая в определенном смысле пошла по их стопам и служила в Массад. Она выросла в сражающейся семье. Ее отца, Айтана Ливни, британцы приговорили к 15 годам тюремного заключения за нападение на британскую военную базу. Но он бежал. Воспитание в семье было суровым, без нежности. Брата цепи за проступки по старинке наказывали ремен. Израильтяне разочарованы своими политиками. Люди не понимают, как во время последней войны с террористической организацией Хизбалла, которая находится в Ливане, во главе Министерства обороны оказался человек, не имеющий никакого опыта в военном деле. Как получилось, что премьер-министр Эхуд Ольмер и его министр финансов находятся под следствием по подозрению в коррупции, а против министра юстиции выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах. Цепи ливни слеплены из иного теста. Ее ценят за прямоту, честность и непричастность к никаким сомнительным сделкам. Она всегда платит за себя, даже когда заказывает чашку чая. Обвинения в коррупции к ней не относятся. В Израиле уже была женщина, премьер-министр Голда Мэйра, которой не без восхищения говорили, что она единственный мужчина в правительстве. Похоже, характером цепи ливни ей не уступает. Высокая, изящная и не пользующаяся косметикой. Она абсолютная вегетарианка, сама не ест мясо животных и птиц, и других уговаривает. Она излучает энергию. Ее невозможно не заметить, когда она входит в комнату, температура меняется. Но способна ли женщина преуспеть в обществе, где по-прежнему доминируют мужчины, причем в основном военные? Во время службы в МОСАД цепи ливни научилась иметь дело с израильскими политиками, большей частью бывшими десантниками. В стране, которая ведет горячую или холодную войну все годы своего существования, работа в разведке – хорошее начало карьеры. В 1925 году семья ее отца, Айтана Ливни, эмигрировала в Палестину из Гродно, который тогда входил в состав Польши. Мальчику было 6 лет. Его будущая жена, Сара Розенберг, родом из тех же мест. Когда Айтан Ливни вырос, он присоединился к подпольщикам из Иргунсвайлиуми, в переводе на русский язык Национальная военная организация. Она была основана в апреле 1931 года. Вошли в нее молодые люди, занимавшиеся в еврейских спортивных клубах. Особенно много было выходцев из России и Восточной Европы, готовых защищать себя с оружием рук. После прихода Гитлера к власти, число желающих уехать в Палестину быстро увеличилось. Гитлеровские войска присоединяли к Третьему рейху одну страну за другой, и число беженцев росло. И в этот момент британское правительство фактически запретило евреям перебираться в Палестину, установив квоту. За пять лет не больше 75 тысяч. Это был смертный приговор миллионам европейских евреев, оставленным на растерзание немецким нацистам и их единомышленникам в других странах. Если бы не британское правительство, миллионы людей могли бы спастись. Вот тогда для палестинских евреев британские власти стали врагами, с которыми нужно сражаться. Они взялись за оружие, потому что иного выхода не видели. После начала Второй мировой войны Иргун объявил перемирие в борьбе с британскими властями, потому что появился общий враг – Гитлер. Палестинские евреи добровольно вступали в британскую армию. Но от Иргуна откололась группа под руководством поэта Авраама Штерна. Он создал свою организацию – Лохомейхи Рут Израиль. Борцы за свободу Израиля, сокращенно – Лехи. Соратники Штерна исходили с того, что и нацисты, и англичане в равной степени остаются врагами. Перемирия в этой войне нет и быть не может. 12 февраля 1942 года во время массовой облавы в Тель-Авиве британские полицейские задержали командира группы Авраама Штерна на конспиративной квартире и убили его. Публику уведомили, что его застрелили при попытке бедства. А вот американским коллегам англичане рассказали иную историю. Штерн был без оружия и сдался. Полиция решила, что такого опасного человека нельзя оставлять в живых. Еще перед войной на конгрессе социалистического интернационала, вспоминала Голда Мэйер, я видела, как плачут члены испанской делегации. Они умоляли о помощи, чтобы спасти Мадрид от наступающих войск к Каудилью Франко. Но лидер британских лейбористов Эрнест Беон сказал им, британские лейбористы не готовы воевать за вас. Других слов он в своем сердце не нашел. И тогда я поняла, если народ слаб, то как несправедливы предъявляемые им требования, этого все равно мало. И евреи больше не должны зависеть от кого бы то ни было, чтобы им разрешено было оставаться в живых. Нам нужно свое государство, способное защитить своих граждан. После войны тот самый Эрнест Беон, отказавший в помощи испанским республиканцам, стал министром иностранных дел Великобритании. И он распорядился не пускать в Палестину евреев, чудом переживших войну и концлагеря. Боевые корабли британской береговой охраны перехватывали суда с беженцами. Британский премьер-министр Клемент Этли приказал начальнику британской разведки уничтожать суда с еврейскими беженцами. Этим занимались бывшие офицеры, существовавшего во время войны управления специальных операций. Они получили задание прикреплять магнитные мины к бортам судов, которые отплывали в Палестину. Американское судно «Эксодос» «Исход», на борту которого находились четыре с половиной тысячи еврейских беженцев, было захвачено британцами на подходе к Хайфе. Причем в ходе операции три пассажира погибли и двадцать были ранены. Британские власти отправили беженцев назад, во Францию. Пассажиры отказались сойти на берег, тогда французские власти переправили судно в Гамбург на ненавистную и пережившем концлагеря евреям немецкую землю и там высадились силы. Подпольщики Иргун вновь объявили войну англичанам. Они атаковали британские военные городки и полицейские участки, чтобы захватить оружие. В середине июня 1946 года серия диверсий вывела из строя пять поездов и десять из одиннадцати мостов, которые соединяли Палестину с соседними странами. Фельдмаршал Монгомери отправил в Палестину шестую военно-воздушную дивизию, известную своей жестокостью. 29 июня 1946 года британцы ввели комендантский час. Устраивались массовые облавы, арестованных пытали, добиваясь, чтобы они выдали адреса командиров подпольных боевых организаций. В ответ боевики Иргуна провели несколько дерзких операций. Руководил операциями отец циви ливни Эйтан. Английская полиция захватила двух бойцов Иргун, которым еще не было 18 лет. Они получили тюремный срок и были еще приговорены к 18 ударам палками. Иргун предупредил британские власти, что этого делать не следует. Упрямые британцы все-таки подвергли порки одного из пойманных бойцов. В ответ 29 декабря 1946 года бойцы Иргун захватили врасплох четверых офицеров британской армии, майора и троих лейтенантов, спустили с них штаны и публично выпороли. Каждый получил 18 ударов. Такого позора Англия еще не испытывала. Второй боец Иргун был освобожден от телесного наказания. Генерал Каннингхэм, командовавший британскими войсками в Палестине, был сторонником не массовых репрессий, а точечного уничтожения врагов. Я всегда выражался совершенно определенным, что лучший способ избавиться от террористов это их убить. Когда британские власти казнили нескольких подпольщиков, боевики захватили двух сержантов из британской военной разведки. Иргун предлагал вернуть их в обмен на троих боевиков, приговоренных к смертной казни. Но подпольщиков казнили. Через два дня в Апельсиновой роще британских сержантов тоже нашли повешенными. Британская полиция жаждала мести. Пятеро евреев были убиты, 16 ранены, множество еврейских лавок сожгли. Полицейские обстреляли автобус, такси, кафе, где было множество людей. Но правительство Великобритании не могло допустить, чтобы солдаты его величества вешали ли пароли. Британские власти в Палестине отказались от порки как наказание и больше не выносили смертных приговоров. Это был поворотный момент. Британская пресса призывала правительство уйти из Палестины и прекратить войну, которую невозможно выиграть военными средствами. Но суровая зима сопровождалась в Англии самым серьезным в истории страны топливным кризисом. Промышленность практически остановилась, англичане отчаянно мерзли. Британское правительство желало хороших отношений с арабскими странами, экспортерами нефти и возражало против создания еврейского государства в Палестине. Политика британских властей вызывала возмущение. Американская пресса каждый день писала о новых страданиях людей, которые пережили нацизм. У палестинских евреев нашелся влиятельный союзник Сталин, который приказал своим дипломатам добиваться создания Израиля. 14 мая 1947 советский представитель в ООН Андрей Громыко выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о Палестине. Огромное количество уцелевшего еврейского населения Европы оказалось лишенным родины, крова и средств существования, говорил Громыко. Сотни тысяч евреев бродят по разным странам Европы в поисках средств существования, в поисках убежища. Большая часть из них находится в лагерях перемещенных лиц и все продолжают терпеть большие лишения. Позволительно спросить, могут ли объединенные нации, учитывая такое тяжелое положение сотен тысяч уцелевшего еврейского населения, не проявлять интереса к положению этих людей, оторванных от родины и от своих очагов. Пора не на словах, а на деле оказать этим людям помощь. Генеральная Ассамблея он приняла решение поделить Палестину на два государства, арабское и еврейское. Полномочия Великобритании по управлению Палестиной закончились. В мае 48-го года еврейское государство было создано, Эйтан и Сара Ливни вернулись к мирной жизни. Через 10 лет у них появилась дочь. Свою службу в Моссад сама Цепи Ливни не обсуждает. Это было замечательное время, говорила она, но научили меня тому, что я не могу использовать в нынешней жизни. Цепи Ливни служила в Париже, где традиционно находилась крупнейшая европейская резидентура израильской политической разведки. Когда Цепи Ливни служила в Моссад, главным направлением стала Ливанская. 3 июня 1982-го в Лондоне был тяжело ранен израильский посол. Ему выстрелили в затылок, когда он шел к машине. Это было дело рук небольшой палестинской группы, которую возглавлял Абу Недаль. В свое время Абу Недаль был более известен, чем Асама Бен Ладен. В Организации освобождения Палестины его считали психопатом, свихнувшимся на терроре. Поссорившись со своим племянником, он подложил бомбу в его дом, которая убила жену и двоих детей. Недаль, свидетельствует, один из его бывших боевиков, вспоминал об этом с удовольствием. Его настоящее имя Сабри Халиль Альбанна. Одним из первых палестинцев он отправился на учебу в Китай и Северную Корею, где 4 месяца изучал тактику диверсионных действий. 5 сентября 1973 года Абу Недаль организовал свою первую самостоятельную акцию. Пятеро его боевиков захватили посольство Саудовской Аравии в Париже. Группа Недали никогда не была многочисленной. Максимум 200-400 боевиков. В основном они были связаны между собой семейными, плановыми отношениями. Это гарантировало организацию от права. Каждая акция поручалась отдельной ячейки, о которой другие члены организации не знали. Абу Недаль отправил своих людей убить Ясера Арафата, но их поймали. Не сумев добраться до хорошо охраняемого Арафата, Недаль взялся за его помощников, которые придерживались умеренных взглядов. Он убил нескольких видных палестинцев, игравших важную роль в попытке наладить контакты с Израилем. Недаль спровоцировал в 1982 году войну в Ливане, которая дорого обошлась палестинцам. После покушения на посла 5 июня 1982 года израильские войска начали движение по территории Ливана. Руководил операцией министр обороны Ариэль Шарон. Шарона, грубоватого, располневшего человека среднего роста с горящими глазами, молодые офицеры армии обороны Израиля считали образцом для подражания и восхищались его дерзкими операциями. У него был один принцип на каждую террористическую акцию арабов отвечать с еще большей жестокостью. Возмездие должно быть неотвратимо. Вся военная инфраструктура палестинцев в Ливане была уничтожена. Израильтяне захватили большое количество боевой техники и оружия. Остатки палестинских формирований эвакуировались в Тунис. Ясер Арафат и его окружение говорили о том, что им пришлось уйти, потому что их предала Сирия, которая не пожелала помочь палестинцам. Президент Сирии Хафис Асад почувствовал слабость Арафата, попытался подмять под себя палестинское движение. Вы представляете Палестину не больше, чем мы, сказал Арафату президент Сирии. Нет никакого палестинского народа и никакой палестинской общности, а есть только Сирия. Вы неотъемлемая часть сирийского народа, а Палестина неотъемлемая часть Сирии. Москва разрывалась между обязательствами по отношению к Арафату и лояльностью к своему важнейшему союзнику Сирии. Президент Асад получил дополнительное вооружение. Советские ракеты были переброшены в Ливан, в долину Бека, поближе к Израилю. Но сирийцы в одиночку не могли противостоять Израилю. Министр обороны маршал Устинов настойчиво предлагал двинуть в Сирию еще два ракетных полка с войсковым прикрытием. Иначе говоря, советские военные были готовы открыто выступить на стороне Сирии против Израиля. Но Юрий Владимирович Андропов осторожно говорил, надо подумать. Когда становилось жарко, сирийцы сообщали в Москву, что готовы предоставить Советскому Союзу военно-морские и военно-воздушные базы на своей территории. этнозенитные комплексы с советскими же солдатами. Сирийцы понимали, что израильтяне не станут бомбить районы, где размещены советские военнослужащие. Как только напряжение спадало, сирийцы забывали о своем обещании насчет базы. Добраться до Абу-Нидали Масаду тогда не удалось. Он скрывался в разных странах пока не заболел. Он лечился в Ираке, которым правил Саддам Хусейн. В середине августа 2002 года появилось сообщение, что Нидаль застрелился в собственной квартире в Багдаде. Одни считали, что он тяжело болел и не выдержал страданий. Другие уверены, что Саддам хотел выдать его Интерполу, чтобы улучшить свои отношения с Европой. Все равно Нидаль был уже болен и в глазах Саддама потерял всякую ценность. Руководители иракских спецслужб утверждали, что Абу-Нидаль приехал в страну с фальшивым паспортом и власти об этом не подозревали. Когда группа захвата ворвалась в квартиру Нидалья, он попросил дать им возможность одеться. Ушел в спальню и застрелился. Но к этому времени Цепеливня уже ушла из разведки. Служба в Моссад научила ее более реалистично или точнее прагматично смотреть на метод. Один из журналистов спросил Цепеливня, сделала ли ее служба в Моссад дисциплинированной. Я предпочитаю джинсы, формальные одежды, спортивные обувь, туфли на высоком каблуке. Рынки, бутика, ответила Цепеливня. Я вообще не люблю никаких формальностей. Когда была молодой, я подрабатывала официанткой. Цепеливня вышла замуж, родила двоих детей, старшая служит в армии. Десять лет она занималась адвокатской практикой, пока не пришла в политику. В 1996 году она проиграла на парламентских выборах. Но премьер-министр Беньямин Нетаньяху назначил ее генеральным директором управления государственных предприятий. Она занималась приватизацией. В 1999 году стала депутатом. Ариэль Шарон взял молодую женщину под свое покровительство и включил ее в правительство. Она три месяца была министром сельского хозяйства, три года министром репатриации и абсорбции, пять месяцев министром строительства и полтора года министром юстиции. Некоторые посты она занимала одновременно. В январе 2006 года получила портфель министра иностранных дел. У нее нет сомнений, что она сможет руководить страной, которую ее соседи обещают уничтожить. «Цепеливни» говорила журналистам. За последние семь лет я сменила шесть министерских постов. Я находилась на ключевых постах и принимала кардинальное для страны решение, что обогатило меня опытом, необходимым для должности главы правительства. В ноябре 2005 года Ариэль Шарон вышел из партии Ликут и создал новую партию. «Цепеливни» последовала за Шароном, который доверил ей ключевой пост министра иностранных дел. В 2006 году внезапно впавшего в кому Ариэль Шарона сменил Эхут Ольмерт. Ливни стала вице-премьером, вторым человеком в правительстве. Она добилась возобновления переговоров с палестинцами, но не поладила с новым премьер-министром. В 2007 году она потребовала его отставки, считая, что он виновен в неудачной военной операции в Ливане. Ее уверенность в том, что премьер должен уйти, усилилась после того, как Ольмерта обвинили в коррупции. Она не стала в знак протеста против его действий уходить в отставку, а добилась, чтобы ушел Эхут Ольмерт. Она победила на выборах лидера правящей партии Кадима и получила право сформировать правительство. В решимости Цепелим не сомневаться не приходится. Быть израильтянкой, говорит она, значит понимать, что ты восстал из пепла тех, кого уничтожили и на тебя ответственность за будущее поколение. Но есть ли у бывшего сотрудника Массад и дочери боевиков подпольщиков моральное право укорять нынешних террористов? Я понимаю горе палестинской женщины, которая хоронит своего сына, говорит Ливни. Но все же есть разница между преднамеренным убийством и случайным убийством. Палестинские террористы сознательно убивают наших детей, тогда как мы во время антитеррористических операций всячески стараемся избежать жертв среди гражданского населения. В сентябре 2008 года на специальном и закрытом заседании израильского правительства решили нанести удар по иранским ядерным объектам, если не останется иного пути остановить создание ядерного оружия. Армия обороны Израиля разрабатывает варианты нанесения такого удара. Считается, что эти меры должны быть приняты до 2010 года. Потом будет поздно. израильские политики не скрывают своих намерений. Когда президента Израиля Шимона Переса спросили, что он думает об угрозе главы Ирана стереть еврейское государство с лица земли, Перес хладнокровно ответил, Иран тоже можно уничтожить. Заместитель министра обороны Фраим Снеп побывав в Австрии, предупредил австрийцев, которые вкладывают деньги в энергетические проекты в Иране. Жаль будет, если вы потеряете свои деньги из-за генерала Нехаштана. Генерал Ида Нехаштан командует израильскими военно-воздушными силами. Израильтяне представили доказательство серьезности своих намерений осенью 2007 года, когда был уничтожен с воздуха сирийский ядерный реактор. Началось с того, что весной 2007 года одна из американских спецслужб, Национальное разведывательное управление, которое ведает использованием шпионских спутников, обнаружило в пустыне на востоке Сирии подозрительный объект, прикрытый плотной системой противовоздушной обороны. Аналитики ЦРУ, изучавшие полученную от смежников информацию, прежде всего постарались исключить все возможные варианты. Но стало ясно, что это не электростанция и не завод по опреснению воды. На фотографиях, сделанных спутником, подозрительный объект, как две капли воды, походил на северокорейский реактор в Йон-Бене, где вырабатывался оружейный плутоний, начинка ядерных боезарядов. Судя по всему, сирийский реактор был готов к пуску. 6 сентября 2007 года объект был уничтожен. Надо понимать, руками Израиля. Это самая секретная операция последнего времени, о которой никто не желает говорить. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль, ни Сирия. Рассказывают, что израильской разведке удалось внедрить своего агента на ядерный объект, и он сумел заснять на пленку внутренность реактора. Рассказывают, что на сирийскую территорию пробрались израильские спецназовцы, которые подтвердили, что речь идет о ядерном объекте. Истребители сопровождения не знали смысла поставленной задачи. А летчики, которым предстояло нанести бомбовый удар, получили задание в последний момент. Средства противовоздушной обороны, закупленные в России, как будто бы были ослеплены и огня по израильским самолетам не открывали. Сирийские руководители предпочли не признаваться в попытке создать ядерное оружие и сделали хорошую мину при плохой игре. Сначала в Дамаске вообще отрицали факт воздушной атаки. Потом сирийцы пренебрежительно сообщили, что израильтяне разрушили давно неиспользуемый военный объект. Но главная проблема, которую предстоит решать цепи ливни, это не отношение с Ираном или Сирией. Это израильско-палестинский конфликт. Он становится еще более запутан. Это уже часть кризиса исламской цивилизации, ежечасно порождающей террористов-смертников. Экономически Израиль процветает, но настроение в стране неважное. В Израиле технологический бум, а рядом в секторе газа палестинцы нищенствуют. Население газа полтора миллиона человек. Они не могут существовать без чужой помощи. Вывод израильских войск в 2000 году из Ливана и в 2005 из сектора газа привел к расцвету двух террористических организаций Хизбалла и Хамас. Исламские фанатики требуют создания всемирного халифата. Хамас, который правит в Газе, обещает изгнать из Палестины евреев, как и знали когда-то крестоносцы. Хамас был создан в декабре 1987-го. Полное название Харакат Аль-Мукао-Ята Аль-Исламия в переводе Исламское движение сопротивления. Цепеливне спрашивали, считает ли она все свои решения правильными. Нет человека, который не ошибается, но если я принимаю решение, то только продумаю. Ее тут же спросили, как она теперь относится к решению уйти из Газы. Мы не предвидели, что в Газе к власти придет Хамас, признала она. Первым главой палестинской автономии был Ясер Арафат. В 2000-м году у него была возможность создать палестинское государство. Тогдашний премьер-министр Израиля Ихуд Барак был готов на очень большие уступки. Но Арафат, судя по всему, решил, что если ему уже уступили так много, значит, можно получить больше. Если бы палестинские евреи проявили такое упрямство и максимализм в 1948-м году, когда решалась их судьба, Израиль бы никогда не появился. Видимо, Арафат пришел к выводу, что взбудораженная палестинская улица не простит ему уступок. Он обнаружил, что его популярность растет, когда он ведет войну против Израиля и падает, когда он договаривается с израильтянами. Кроме того, Ясер Арафат всегда полагал, что насилие эффективнее дипломатии. Мохаммад Дахлан, который руководил главной палестинской спецслужбой при Арафате и без стеснения называет Хамас бандой убийц, вспоминает. Я предлагал ему призвать к порядку раскольнические группы, чтобы не было терактов. Но Арафат боялся лишиться своей популярности. Но Арафат все равно растерял свою популярность. После смерти Арафата его организация утратила свои позиции. Когда в конце января 2006 года палестинцы проголосовали в основном за Хамас, это стало концом эры Ясера Арафата. Палестинцы прежде всего голосовали против коррупции и неэффективного управления, против клановой системы установлены Арафатом. Хотя подтвердилась и другая закономерность. На Ближнем Востоке выборы приводят к власти радикальных исламистов. Хамасовцы выкинули людей Арафата из парламента автономии. 11 июня 2007 года Хамас поднял вооруженный мятеж. Боевики Хамас атаковали правительственные здания. На блокпостах останавливали машины и забирали людей, которые значились в их списках. Палестинцы убивали палестинцев. За несколько дней власть в секторе Газа перешла в руки Хамас. 15 июня боевики захватили дворец президента и здание службы национальной безопасности. Разграбили дом Ясера Арафата, взорвав дверь, утащили его нобелевскую медаль одежду. Местные радикалы обещали построить в секторе Газа исламское государство по законам шариата. Власть президента палестинской автономии ограничивается западным берегом реки Иордан, где живут 3,5 миллиона палестинцев. Левые израильтяне видят, что их протянутая рука отвергнута. Правые убедили, что их железный кулак бесполезен. Все разочарованы и говорят, черт с ними, надо укрыться в бункере, подождать и посмотреть, что будет. Цепи ливня считают, что надо действовать. Девочкой она участвовала в демонстрациях против мирных планов правительства. В ее семье считалось невозможным говорить о территориальных уступках. Но она способна соотносить мечту с реальностью. И теперь ей предстоит отказаться от западного берега реки Иордан, который в ее семье называли только библейскими именами Иудея и Самария. «Я верю, как и мои родители», говорила она, «в право нашего народа жить на всей земле, которая принадлежала нашим предкам. Но я воспитана в уважении и иных ценностей, в первую очередь демократии. Выбирая между моими мечтами и демократией, я выбираю демократию». Страна не может быть демократической, оккупируя населенные палестинскими арабами территории. Окупация, как и власть, развращает. Окупация, которая продолжается 40 лет, развращает абсолютно. «Я по-прежнему верю, что нам принадлежит вся эта земля», говорит Ливни, «но понимаю, что важнее пойти на компромисс. Мы не можем решить, насколько справедливо было то, что произошло в 1948 году. Палестинцы считают, что справедливость на их стороне. Я считаю, что на нашей. Но мы должны определить не историю, а наше будущее». Она сторонник переговоров с палестинцами и окончательного мирного соглашения, но не готова к серьезным уступкам по главным проблемам, которые разделяют палестинских евреев и палестинских арабов. «Цепи ливня» говорила журналистам, «если в рамках этих переговоров будут обеспечены жизненные интересы Израиля, то я буду очень рада заключить соглашение о мире. Если нет, договора не будет, так как компромисс в вопросах безопасности невозможен». Главная проблема сегодня – это не территориальное размежевание и не судьба Иерусалима, который хотят сделать своей столицей евреи-арабы, а возвращение палестинских беженцев. По решению ООН в Палестине в 1948 году должны были появиться два государства – еврейское и арабское. Арабские страны не позволили тогда палестинским арабам создать свое государство. Вместо этого арабские армии напали на Израиль, но потерпели поражение и отступили. Сотни тысяч арабов покинули тогда родные места по разным причинам. Одни боялись войны, другие надеялись, что евреев быстро уничтожат и можно будет вернуться. Третьи просто не захотели жить в Израиле. Советские дипломаты поначалу считали, что не пожелавшие оставаться в Израиле арабы могут обосноваться в соседних арабских странах. Советская миссия в Ливане в апреле 1949 докладывала в Москву. Арабские страны настаивают на возвращение всех арабских беженцев не потому, что их негде разместить в остальных арабских странах или же в арабской части Палестины, а потому, что они хотят иметь на территории еврейского государства своего рода пятую колонну, которая в случае возобновления военных действий в последующем сможет оказать серьезную поддержку арабскому наступлению. В 1959 году генеральный секретарь Ондак Хамаршель предложил общими усилиями переселить беженцев из лагерей и дать им возможность начать новую жизнь. Но арабские страны запротестовали и генеральный секретарь Онд вынужден был отказаться от своей идеи. Арабские политики ничего не сделали для того, чтобы помочь палестинским беженцам. Они лишали палестинцев всего ради того, чтобы поддерживать накал антиизраильской борьбы. Если бы палестинцам дали возможность работать и вести нормальную жизнь, немногие стали бы боевиками и тем более не пошли бы в камикаде. Сегодня палестинские лидеры не торопятся с созданием своего государства. Они настаивают на возвращении беженцев в родные места. Беженцами считаются дети и внуки тех, кто бежал в 1948 году. Это миллионы людей. Если они вернутся в Израиль, то демографическая картина изменится. Израиль перестанет быть еврейским государством и станет арабским. Как Израиль стал страной евреев и принял всех беженцев из европейских и арабских стран, считает ливни, так и палестинское государство должно стать родиной всех палестинцев и тех, кто уехал в 1948 году и кого держит в лагерях беженцев. В те годы евреи из арабских стран, около 900 тысяч человек, вынуждены были, бросив дома и все имущество, бежать из родных мест. Большинство обосновалось в Израиле, где начали новую жизнь. Цепеливни считает, что арабские беженцы имеют право на солидную компенсацию за оставленные дома и имущество, но поселиться должны в государстве палестинских арабов. Цепеливни убедила в своей правоте государственного секретаря Кандализу Райс, а она президента Джорджа Буша, который впервые поддержал позицию Израиля в этом ключевом вопросе. Цепеливни и Кандализу Райс в чем-то похожи. Обе полностью сформулировали свой подход с трудом меняют позицию. Обе наделены дисциплинированным умом, которому возможно иной раз недостает утонченности и мудрости. Американцы тщательно прослушивают радио и телефонные переговоры в Израиле и знают все, что происходит в стране. Американских операторов подслушивающей аппаратуры учат ивриту в военной школе иностранных языков в Форт-Миде. Американцы официально утверждают, что прослушивают переговоры иорданских и иракских военных, но не менее внимательно слушают израильтян. Говорят, что это началось после того, как израильтяне будто бы по ошибке потопили во время шестидневной войны 1967 года американский шпионский корабль Либерти. Высокая должность, почет и прочее меня не интересуют, говорит Ливни. Я хочу возглавить правительство для того, чтобы решить конфликт с палестинцами так, как я считаю это правильно. Только для этого. Палестинцам это проклятое место, где все говорят о мире, но не дорожатой. Все верят только в силы. Тех, кто следит за происходящим на Ближнем Востоке, часто охватывает ощущение безнадежности. Кажется, что здесь время ничего не меняет и, опровергая известную мудрость, ранний лечит. Палестинские евреи и палестинские арабы не хотят забывать былого и не располагаются друг к другу. и не располагается. Продолжение следует... Продолжение следует...